Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. С начала первого сообщения о хищениях в Министерстве сельского хозяйства и подозрении Елены Скрынник прошло не так много времени. Это конец ноября. Длительность самого возможного преступления растянута во времени. В период с 2001 по 2009 год. Чтобы собрать доказательную базу по сложному, а это сложное экономическое преступление, тут, конечно, надо поработать. По тем сообщениям, что сейчас возможно изменится статус госпожи Скрынник свидетельский, что он изменится возможно на какой-то другой, тоже подтверждения нет. Что касается ее подписи, якобы, которые на всех документах, да, возможно, там ее подпись или нее, но, то есть, речь шла о том, что если сейчас докажут, что это ее подпись или не Фоксимиле, например, ну, это тоже ничего не даст. Потому что у нас подчерковическая экспертиза по подписи, в общем-то, не делается. Для этого еще должна быть какая-то виза, то есть, рукописный текст. То есть, в принципе, это особо, можно сказать, это не я подписывал. А какие... А так, там, по остальным фигурантам, конечно, ведется там же, кроме, ну, там есть реальные фигуранты, обвиняемые, бывшие ее замы, которые сейчас... Кто-то находится под стражей? Ну, сейчас точно я не помню фамилии. По-моему, в каждом из этих дел, и оборонсервисы, и Росагролизинга, там по одному человеку... По одному, да, но главный там был чиновник на букву Д. Да-да-да, еще был ее бывший супруг, по-моему, фигурировал. Ну, то есть, вот, обычно, если дело движется, то... Эти фамилии слуху, да. Следователи обычно об этом с удовольствием сообщают, и, то есть, все хорошо. Ну, возможно, что, наоборот, движется очень хорошо, потому что есть такое старое высказывание следователей, прокурорских работников, что дела уголовные любят тишину. То есть, что говорит? Если дело они копают хорошо и знают, что они идут до суда, очень редко будут что-то сливать в прессу, чтобы не мешать и чтобы не спугнуть. А вот когда дело изначально сложно и имеется какое-то противодействие, недостаточная доказательная база, либо знают, что на той стороне играют люди, которые имеют больше возможности защититься и выйти сухими из воды, то вот тут начинаются как бы вбросы в прессу. То есть, по идее, вот сейчас расследовательской журналистики, как таковой, ее практически не осталось. То есть, все равно мы работаем честно, не сами что-то там. Ну, бывает, очень редкие случаи, да, бывает, поймаешь, как вот увидишь коррупционера, лично с ним столкнешься, и вот начинаешь под него рыть, но это редко. А чаще, да, так называемые сливы, слив информации. А какие обстоятельства вообще способствовали совершению вот этих преступлений на столь высоком уровне в Минобороне и в Минсельхозе? Ну, в Минсельхозе, говорят, там достаточно длительный период, то есть, речь идет о таких достаточно хитроумных схемах лизинга, то есть, когда технику брали, такую серьезную сельхозтехнику, краны, башни, еще что-то, комбайны, покупали за границей, соответственно, оформляли здесь на какие-то фирмы, потом эти фирмы переоформляли на другие. С каждым переоформлением маржа возрастала, да, и каждая эта машина, и потом в итоге последняя фирма, которую брала в лизинга, она уже денег никаких вообще не платила. И то есть, там с каждой машины, ну, от миллиона рублей, как минимум, а может быть и больше, это вот одна схема. Да, и в итоге все эти деньги уходили на фирму в Англии, которая Бейкерс, она называлась, которая, как, в общем-то, подозревают следователи, принадлежала госпожа Скрыльник. Плюс там была большая тема по сельхозудобрениям, то есть тоже огромные объемы якобы поставленных дорогих удобрений, но которые, в общем-то, до сельчан-колхозников уже не доходили, либо то, что приходило, оказывалось какой-то низкопроводной китайской подделкой. Ну, и, я так понимаю, там просто шло, хороший распил бюджетных денег. То есть, вот, в общем-то, мы можем оперировать данными, которые были в том фильме, который Саша Рогаткин проводил расследование, но он, конечно, я так понимаю, оперировал какими-то документами. И, кстати, сами, в общем-то, тему эту поняли сами чиновники нынешние Минсельхозы, которые заявили о том, что во время управления Росельхозом госпожа Скрыльник государство потеряло 39 миллиардов рублей. На что, кстати, госпожа Скрыльник сказала, что они вообще ничего не понимают и все переворачивают с ног на голову. 39 миллиардов — это просто чистые убытки Росельхоза, но они связаны не с тем, что она что-то украла, якобы, а с тем, что пришедшие после нее новые менеджеры набрали долгов и неэффективно бюджетными средствами выправлялись. И вот это их долги. Хотя, на самом деле, конечно, если вот эта цифра 39 миллиардов, то на эти деньги можно было поднять, наверное, все сельское хозяйство страны и кормить сейчас Европу, как в старые добрые царские времена, там, 1914 года. Но эти деньги ушли мимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова